Сегодня в Симферополе футбольный клуб «Козелтаж» сыграет против сборной Донецкой Народной Республики. Матч имеет товарищеский статус. Для бахчисарайцев встреча станет генеральной репетицией перед началом чемпионата. С нами на прямой связи наш корреспондент Руслан Минаев. Он готов рассказать все подробности. Да, коллеги, несмотря на то, что вторая половина чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза еще не стартовала, день большого футбола. Сегодня в Симферополе играют бахчисарайский «Козелтаж» против сборной Донецкой Народной Республики. О подробностях проведения матча мы поговорим с президентом бахчисарайского клуба Альбертом Куршутовым. Альберто Барушитович, как удалось организовать этот матч? Эта идея возникла уже давно. У нас сложились достаточно теплые дружеские отношения с Федерацией футбола Донецка. Мы давно взаимодействуем в части футболистов и просто дружим. И родилась идея на этапе сборов, подготовительных к чемпионату, провести товарищеский матч здесь, в Крыму. И как раз это послужило поводом для того, чтобы сборная Донецкой Народной Республики собралась тоже на сборы. Это их начало сборов. Если мы уже будем проводить шестую игру, у них это только в начальной стадии. Они как раз давно не собирались и ознаменовалось все это вот такой товарищеской игрой здесь, в Симферополе. Поэтому это действительно по-настоящему не просто товарищеский, а дружеский матч. Потому что мы дружим, общаемся, взаимодействуем уже не первый день. Поэтому встретиться решили в Крыму. И ребятам достаточно интересно, потому что они давно уже никуда не выезжали. И нам очень интересно, потому что в сборной очень много ребят, профессионалов, которые поиграли на высоком уровне. Поэтому для обеих команд действительно хорошее футбольное событие и хороший повод встретиться. Как-то по-особенному готовились к сопернику и какие ожидания сегодня от обеих команд, пожалуйста? Ну мы к каждой игре готовимся, но здесь не было возможности, в отличие от любой игры, которая проходит в Крыму, изучить соперника. Если здесь у нас есть возможность просмотреть видеоматериалы, посмотреть, как играет команда соперник, подготовиться, изучить какие-то тонкости и так далее, то как раз ситуации с этой сборной у нас такой возможности не было. И поэтому мы, как говорится, будем играть на глаза. То есть все, что будем видеть, так и будем реагировать на эту ситуацию. В этом немножко сложность, но тем не менее в этом и интересность в любом случае сегодняшнего матча. Ну а команде соперников как раз была возможность изучить, потому что в принципе мы все наши игры предоставляем в свободном доступе видеотрансляции и видеозаписи. Поэтому будет достаточно интересно вот с этой точки зрения и необычно для нас. Немножко проанонсируем вторую половину сезона. С кем и где команда Казалаташ сыграет свой следующий матч, пожалуйста? Ну, начало чемпионата планируется на начало марта. И точная дата будет известна чуть позже. Мы к этому готовимся. И первые две игры мы проведем дома. Поэтому будут анонсы и приглашения для всех наших болельщиков посещать эти матчи. В принципе, сегодня находится команда в фазе подготовки. Все вроде нормально, за исключением пары-тройки позиций, на которые нам еще необходимо усиление. Но в целом мы уже на 90% укомплектованы. Коллеги, у нас на этом все. Подробности товарищеского матча вы увидите уже в вечерних эфирах. Студия.